Через воскресенье Христово отмечает и неделю святых право-тец. Это те, кто жили в Ветхом Завете, предшественники великих дел Божьих из народа, от Адама и Евы и до Христа, трудившихся, подвязавшихся и сохранявших веру в истинного Бога и веривших в то, что придет Мессия, который изменит этот мир к лучшему. И сбудется сказанное Богом еще в раю, что этот мир через семя жены сотрет главу змея, то есть наступит на всякий грех и уничтожит его. И вот сегодня, вспоминая эти события, мы обращаемся к медказаветной истории, которая дает нам много поводов для того, чтобы в эти предрождественские дни еще глубже понять смысл спасения всего человечества. И среди многих праотцов, которых мы вспоминаем, нам Церковь предлагает и судей израильских. Это было время, когда после вступления избранного народа в землю обетованную, по смерти Иисуса Навина, который ввел израильский народ там, где сегодня, мы знаем, находится Глоб Господень, после его смерти люди начали уклоняться в языческое состояние, потому что они не совсем уничтожили те народы, которые находились рядом. А эти языческие народы, общаясь вместе с избранным народом, они заразили его грехом, и самым страшным грехом тогда являлось идолоподгонство. И вот после смерти Иисуса Навина Господь сказал, что Он будет смирять Свой народ тем, что отступившие получат нашествие многих иноплеменников. И через эту тесноту и скорбь, взирая на истинного Бога, вновь обратятся к Нему. И много было тех хороших героев, которые стояли за Свой народ. И среди всех этих героев одним из важнейших для нас сегодня в исполнении пророчеств и обетований является судья Гидеон, который в свое время был призван Богом через Ангела на спасение, защиту народа Божьего от разных народов, от филистимлян и многих других канонеев, и тех, кто рядом населяли израильские народы. И вот удивительное дело, это было в такой древности, так далеко от нас, но почему же сегодня Церковь предлагает нам вспомнить имена этих великих людей? А дело в том, что на них сбываются слова пророчеств, и сами они стали тем средством для того, чтобы мы сегодня еще и еще раз убеждались и укреплялись в том, что Бог ввел и Свой народ, и другие народы по спасению. И то, что Он обещал, Он исполнил. И вот когда Гидеон, противостоя великому филистимскому войску, попросил укрепления от Господа, он сказал Господи, «Вот есть у меня на кумне руно, сделай так, утверди меня, сделай знамение, пусть в одну ночь руно будет мокрым, а все вокруг, вся трава будет сухими». И Господь исполнил, поутру это руно действительно выжили, так что из него получилась чаша воды. А в другой день, опять Гидеон просит Господа, «Господи, еще раз испытаю Твое нам великодушие, сделай так, чтобы руно было сухим, а вокруг вся трава покрылась росой, и исполнил Господь». С точки зрения нашей бытовой, это сделать не так просто, но много, все просто, если человек идет ко спасению, просит за себя, за свою семью, за свой народ, за веру, за правду, за истину, Господь слышит таким, как слышал и Дмитрий Данкова, который тоже молился перед Куликовой битвой, и ему дано было знамение и явление через икону святителя Николая. И многие другие наши подвижники благочестия укреплялись Господом для того, чтобы свое служение исполнять правильно, чисто, свободно, и быть убежденными, что Господь с нами. И вот, видя эти знамени, Гедеон идет со своим поиском на вражеские полки, и Господь говорит ему, «Не пойдет так, ты очень много с собой взял людей, подумай, что это вы своей силой сделали, вот оставь себе немного». И Гедеон оставляет буквально чуть не 30 человек, всего против большого войска, чтобы была видна сила не человеческая, а Божия. И с этим небольшим отрядом он прогоняет далеко полки многих язычников, которые претендовали на то, чтобы захватить избранный народ Божий. И Бог был с ними. И мы, читая эти строки Ветхого Завета, понимаем, что хоть это и было далеко, но имеет и к нам прямое отношение. Почему же? Во-первых, мы должны тоже помнить дела наших благочестивых предков, которые сохраняли веру, которые строили города и храмы, которые были на защите святого православия, и которые, может быть, как в Брестской крепости, один на множество людей смог защищать, имея в сердце своем великую любовь к своему народу. И мы тоже не должны терять это чувство патриотизма, которое есть в любом сильном народе, ибо мы любим друг друга, а значит, должны их жизнь свою отдавать друг за друга. И эта истина и правда всегда должна быть в нашем народе. Но что важно еще в этом повествовании? Почему о нем я говорю в канун Рождества Христова? Дело в том, что святые отцы в образе этого руна, овечьей шпуры, которая сначала была орошаема, росою, а потом была сухая, указывают на предпосвещение великого таинства, которое совершилось в человеческом роде, Пресвятая Богородица, чистая Преснодема, приняла Бога в свою жизнь и родила Сына Божия по плоти. То, что невозможно, стало возможным. И один из символов, которые мы усваиваем Пресвятой Богородице, помимо того, как, например, вспоминаем чашу с манной, которую дал Господь израильскому народу, и эту чашу тоже символично видим в ней, Пресвятую Богородицу, которая приняла хлеб небесный, и много других символов, вместе с этим руном, которое, с одной стороны, должно было бы ороситься, росою, но это так не произошло, а в другой день, наоборот, орашено было, то есть бездействие человечества совершилось чудо. И вот здесь то же самое. Боговоплощение совершилось чудо. Да, древний Веткий Завет не мог понимать высокие смыслы христианской веры, как и мы, например, в 21 веке, зная, что существует квантовая физика, то, что есть микромир, еще два столетия назад никто об этом даже подумать не мог. И было бы странно нам сегодня объяснять людям в двухсотлетней давности о том, что мы знаем. Действительно, мир древний не видел многого из того, что видели мы и слышали о Сыне Божьем, о Боговоплощении, о Его страданиях и воскресении, о послании Духа Святого Апостола. Всего этого не мог понимать в Древний Завет. Они только уходили от убийств и войн к благочестию и истинной вере. Сколько Господь упрекал, мы читаем это в Ветхом Завете, свой народ, за то, что они были идолослужителями, предателями, за то, что они приступали к повелению Господни. И за это их в Вавилон отправлял Господь, смирял через другие народы, чтобы они пришли пришли к истинному Богу, чтобы они никогда не отступали от Него. И вот сегодня мы видим, как исполнилось Писание. Действительно, Матерь Божия, словно золотое руно, приняла на Себя Росу Господню, Сына Божий. И Он воплотился, а не дал нам возможность теперь стоять здесь, в храме, и славить Его величие, потому что Он спас нас и от греха, и проклятия, и вечной смерти. Все это исполнилось. Но тогда, при Гидеоне, никто не мог даже разуметь, что происходит. Но эти символы даны нам для будущего, чтобы мы разумели премудрость Святого Писания, чтобы мы разумели премудрость Божию, чтобы мы видели исполнение всех пророчеств. О чем вчера мы говорили, Господь сказал воскрес из мертвых своим ученикам, что все это надлежало исполниться. И Сыну Божию нужно было исполнить все заповеданное о Нем, и пострадать, и быть распятым, убитым, и в третий день воскреснуть, как о том, говорит Святой Писатель. Святой Писатель. Он дает Господь укрепление, Он дает нам взирать на подвиг древних, чтобы мы тоже были сильными духом, чтобы мы боролись со своим грехом, чтобы наша жизнь очистилась и стала достойной того, чтобы называться детьми Божьими. Ибо Господь призывает нас на вечерю, Он дает нам все, чтобы мы пришли в Его очень долго, но туда надо идти с чистой душой, с чистым сердцем, с добрым намерением, с хорошим настроем и с желанием помогать ближним. Все это возможно нам, если мы стремимся к святой и блаженной и благочестивой жизни. Я и желаю вам, чтобы эти предрождественские дни, которые наполнены многими пророчествами, которые наполнены многими воспоминаниями древнего мира, уповающего на освобождение от греха, чтобы мы сами себя тоже приготовили достойно к радости замечательного Рождества, к радости праздника чистоты и спятости, к тому, чтобы наше сердце в один унисон звучало с божественными заповедями, чтобы наша душа ликовала и веселилась от того, что Господь пришел в мир освободить нас от греха. И я верю, что если мы будем наполнены чистыми мыслями, рассуждать благочестиво, умудряться и искать глубокие силы и корни своей истории, то многое нам будет содействовать во спасении. Я и желаю вам, чтобы в святости и чистоте вы проводили эти дни рождественского поста, готовили себя к встрече великого Бога. Да, Он уже больше нескольких тысяч лет назад пришел на землю, уже все совершилось, но мы вновь и вновь переживаем те спасительные дни, ибо они изменили ход человеческой истории, они стали для нас самыми важнейшими днями спасения мира. Поэтому будем достроены на добрый лаг, пытаться в своей жизни использовать все свои творческие способности, которые дает нам Господь, для того, чтобы этот мир, эту жизнь, свой жизненный путь пройти достойно и быть победителями, как те древние люди, которые уповали на Господа, и Господь всегда был с ними. С нами Бог, разумейте язычники и покоряйтесь, ибо с нами Бог, так сказал пророк Исаия, будем же любить Господа, славить Его Рождество и Воскресение, наследуя великое обетование, которое Он дал нам. Не бойся, малое стадо, то есть, как иногда всего 30 человек победили целое войско, к нам Христос обращается, не бойся, малое православное стадо, ибо Отец Ваш Небесный благоволил дать Вам Царство. Аминь.